Вы дважды описывали, как американские президенты принимали какие-то решения, а потом их команды эти решения пускали под откос. Именно так. В конечном итоге нас послали подачу. Я не буду детали рассказывать, потому что считаю это некорректным. Но всё-таки это был конфиденциальный разговор. Но то, что наше предложение было отклонено, это факт. Тогда, именно тогда, я сказал, послушайте, мы тогда будем вынуждены заниматься ответными мерами. Мы будем создавать такие ударные системы, которые, безусловно, будут преодолевать систему ПРО. Ответ был такой. Мы делаем не против вас, а вы делаете, что вы хотите. Мы исходим из того, что это не против нас, не против США. Я говорю, хорошо, пошло. И мы создали гиперзвуковые системы, причём межконтинентальной дальности, и продолжаем их развивать. Мы сейчас опередили по созданию гиперзвуковых систем ударных, мы опередили всех, и Соединённые Штаты, и другие страны. Они у нас совершенствуются каждый день. Но не мы это сделали. Мы предлагали пойти другим путём, а нас отодвинули. Теперь по поводу расширения НАТО на Восток. Но обещали же, никакого НАТО на Восток. Дюйма в сторону на Восток не будет, как нам было сказано. А потом что сказать? Ну, на бумаге же они зафиксировали, поэтому будем расширять. Пять расширений. И погрузили туда и Прибалтику, и всю Восточную Европу и так далее. И вот теперь по-главному. Добрались до Украины. В 2008 году на саммите в Бухаресте заявили о том, что двери для Украины и Грузии тогда в НАТО открыты. Теперь по поводу, как там принимаются решения. Германия, Франция вроде были против, так же, как некоторые другие европейские стороны. Но тогда, как выяснилось позже, президент Буш, а он такой крепкий парень, крепкий политик, как мне сказали потом, он на нас нажал, и мы вынуждены были согласиться. Вот смешно, как в детском саду просто. Где гарантии-то просто? Что это за детский сад? Что это за люди? Кто они такие? На них, видите ли, нажали, они согласятся. А потом они говорят, ну, Украина же не будет в НАТО, ты знаешь? Я говорю, не знаю. Я знаю, что вот вы согласились в 2008 году, а почему вы в будущем не согласитесь? Ну, тогда вот нажали на нас. Я говорю, а почему завтра на вас не нажмут? И вы опять согласитесь. Ну, чушь какая-то. С кем там разговаривать? Я просто не понимаю. Мы готовы к разговору. Ну, с кем? Где гарантии? Никаких. Значит, начали осваивать территорию Украины. Что бы ни было там, я вам предысторию рассказал, как развивалась эта территория, какие отношения были с Россией. Ну, там у каждого второго, третьего какие-то связи с Россией были всегда. И при выборах уже в независимой, суверенной Украине, которая получила независимость в результате декларации о независимости, а, кстати, там написано, что Украина нейтральное государство, а в 2008 году вдруг перед ней открыли двери или ворота в НАТО. Вот интересное кино. Мы так не договаривались. Так вот, все президенты, которые приходили к власти на Украине, они опирались на электорат, так или иначе хорошо относившийся к России. Это юго-восток Украины. Это большое количество людей. И перебить этот электорат, относившийся позитивно к России, было очень сложно. К власти пришёл Виктор Янукович. Причём как? Первый раз он победил после президента Кучмы. Организовали третий тур, который не предусмотрен в Конституции Украины. Это госпереворот. Представьте себе, у вас кому-то не понравилось в США, ну вот шёл спор между… В 2014 году? Нет, раньше. Нет, нет, это раньше было. Значит, после президента Кучмы победил на выборах Янукович, Виктор Янукович, но его оппоненты не признали этой победы. США поддержали оппозицию и назначили третий тур. Это что такое? Это государственный переворот. США поддержали его. И к власти пришёл в результате третьего тура. Представьте, что в США кому-то что-то не понравилось, организовали третий тур, который не предусмотрен в Конституции США. Но, тем не менее, там это сделали. Ладно, пришёл к власти Виктор Ющенко, который считался прозападным политиком. Хорошо. Но мы и с ним наладили отношения. Он ездил в Москву с визитами, мы ездили в Киев, и я ездил. Встречались в неформальной обстановке. Ну, западный так западный. Пускай. Пускай люди работают, считают, пускай ситуация должна внутри развиваться, в самой Украине, независимо. Значит, после того, как он поруководил страной, ситуация ухудшилась, и к власти всё-таки пришёл Виктор Янукович. Может быть, он был не самым лучшим президентом и политиком, я не знаю, не хочу давать оценок. Но встал вопрос об ассоциации с Евросоюзом. Но мы к этому всегда относились очень лояльно. Пожалуйста. Но когда прочитали этот договор об ассоциации, выяснилось, что для нас это проблема, потому что у нас с Украиной зона свободной торговли, открытые таможенные границы, а Украина должна была по этой ассоциации открыть свои границы перед Европой и потоком всё на наш рынок. Сказали, нет, тогда так не получится, мы закроем тогда свои границы с Украиной, таможенные границы. Янукович начал считать, сколько Украины выигрывают и сколько потеряют. И объявил своим контрагентам в Европе, я должен ещё подумать перед тем, как подписать. Как только он сказал, начались деструктивные действия в оппозиции, поддержанные Западом, и всё дошло до Майдана и до госпереворота на Украине. Продолжение следует... Продолжение следует...